Это гол Аилтона в ворота Зенита в Санкт-Петербурге в гостях. Кстати, игроки Терека забивают красивые мячи. Самым красивым признан дальний удар Мартина Ирана. Когда сейчас Дзюба разворачивается опасно. Гол! Гол! Спартак открывает счет. И это делает Юра Мавсисян. Вот такое вот приобретение у Спартака. Он забил три мяча в двух последних контрольных матчах. Я бы сказал, что и Дзюба здесь сыграл в своем репертуаре. Мне посчастливилось первый матч Спартака комментировать в этом сезоне, в этом чемпионате. Тогда Спартак в Владикавказе забил на 13-й секунде. Забил центр-форад Эммануэль Меники, который сейчас травмирован после Кубка Африканских Наций. Но, пожалуйста, Спартак в первой атаке забивает, забивает центральный нападающий. И я еще раз и еще раз отметил бы Дзюбу. Потому что... Ну, возможно, какой-то толчок. Смотрелся стороны нападающих. И вообще, современный футбол-послов, что, несмотря на все указания FIFA, на седьмоценном столкновении в штрафной, судья определяет полу нападения. Перевод Камбарова на аренду. Но раньше времени, по-моему, этот пас выполнил Камбаров. Еще бразилец был не готов. С другой стороны, на ноге уже у капитана Спартака сидел соперник. Спартак притормаживает игру за несколько минут до перерыва. И причем, посмотри, как мяч крутил. Колдует над ним, пока стадион скандирует с фамилией Морсисяна. Под шумок была сделана замена и у Терека. Юра Морсисян требует еще и еще поддерживать. И его, и свою команду. Хет-трик в первом матче. Ты припомнишь такой дебют? Да я и дубль-то не мог вспомнить весь первый тайм.